Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодняшний наш вопрос звучит следующим образом. Мечтать не вредно? Да, звоните. Может быть, у вас есть ответы на это вопрос. Вообще, Елена, когда я узнал тему передачи, я подумал, что мы с вами хорошо подставляемся с этой темой, потому что в психиатрию, в психотерапию сильно не отнесешь. Но это такой вот бытовой вопрос. Скажем так, в психологии эта тема практически не освещена. Ну, я немножко подготовился к передаче, читал каких-то научных больших работ, монографий о том, что такое мечта, как она отличается от фантазии, от планов, от каких-то еще таких рядом расположенных понятий. Нету, вот как это разделить, да? Поэтому сегодня мы снова вступаем на «Зыбкий лед». Я вас с этим поздравляю. Спасибо, Алексей. Я тоже готовилась к передаче, но я пошла немного другим путем. Не читала и не искала в научной литературе. Почитала популярные женские журналы. И чаще всего встречающийся ответ – мечтать вредно. И дальше по списку почему. Да вы что? Ну, мы к сегодняшней передаче подготовились, у нас небольшой интерактив. Мы опросили нескольких человек, попросили ответить на два вопроса. Первый вопрос – о чем вы мечтаете? И второй вопрос – как раз вредно ли мечтать? Или когда вредно мечтать? Поиграем? Давайте, да. Ну, вам предоставляю первый выбор. Есть смысл прочитать? Ну, я думаю, да. Вопрос у нас был анонимным. Ага. Ну, я надеюсь, что если кто-то, я думаю, что если кто-то вдруг узнает себя, как это бывает, да, все совпадения случайны. Ну, вот человек пишет о том, что мечтает с мудростью и достоинством проходить уроки жизни, вот, и развивать творческий потенциал, наслаждаться каждым моментом жизни. Серьезно такой подход к ответу на вопрос. Да, надо как-то прокомментировать. Ну, я опять отвечу с позиции готовившегося человека, готовящегося одновременно. Подготовленного. Да, подготовленного. Что такое мечта? Ну, вообще, происхождение слова. Мечтать, как выяснилось, однокоренное слово со словом маячить, мелькать, со словом миг, да, подмигивать, подмигивать, мечтать. То есть, это указание на что-то такое отдаленное, не очень определенное, вот, если маячить, да, не очень определенное, расположенное явно далеко от самого наблюдателя, что-то такое призрачное и эфемерное. Вот. И иногда указывается, что мечта — это что-то, что почти на грани достижения, ну, как горизонт, да, или как какая-то линия, как какое-то событие, которые практически недостижимы. Вот. И я думаю, что когда человек тянется, когда он что-то располагает впереди себя, и это, может быть, мечта делает осмысленным его усилие, наверное, это что-то, если мы с позиции пользы и вреда, то, наверное, это что-то полезное. Но мечтают же люди не всегда о будущем, они мечтают иногда и о прошлом. В какую категорию можно отнести воображение, мечты, фантазии, что если бы сложились события тем или иным образом, то я бы сейчас вот был бы там-то, там-то, или с тем-то человеком, или, не знаю, зарабатывал бы столько-то денег. То есть люди же мечтают и о прошлом, или это уже относится к фантазиям, к воображению? Ну, тогда еще одна цитата, может быть, даже, да, еще одно положение, о котором я почитал. Вот в разных языках, в разных культурах, да, ну, в данном случае я сейчас беру англоязычную культуру, есть такое слово dream, которое одновременно переводится и как мечта, и как сон. Вот в нашей славянской культуре сон и мечта разделены, ну, то есть это некоторые разные понятия. Мечта – это скорее что-то про психологию, сон – это скорее про физиологию. Вот. Вот. В англоязычной… Мечта что-то про сознательную сферу жизни, да, а сон про бессознательную. Ну, можно так сказать, да. Вот. И если отталкиваться… Почему такое расхождение, я сейчас не буду останавливаться, кто желает, можно почитать. Но мечта и сон в этом плане перекликаются, да, и как минимум в одно слово упакованы. И можно сказать, что мечта – это такой сон наяву. Ну, грезы такие. Грезы, да. Я к вашему вопросу. Если мы говорим о том, что это сон наяву, то, наверное, наши телезрители, мы с вами знаем, что во сне нет ни прошлого, ни будущего. Во сне нет движения вот такого последовательного от одной… Ну, то есть там есть какое-то развитие событий, но какого-то понимания о том, что есть прошлое, там все время настоящее во сне. То есть там люди, которых давно нет с нами, они в настоящем, да, люди, с которыми, возможно, люди когда-то познакомятся, да. Как это люди говорят? Я сначала его увидел во сне или увидела во сне, да, а потом вот этот человек из моего сна. Ну, такая тоже известная история. Вот. Поэтому в этом смысле я думаю, что противоречия нет. Люди не мечтают ни о прошлом, ни о будущем. Мне кажется, что вот этот вот механизм, если позволите, мечтание или процесс мечтания, он вне времени происходит. То есть он происходит вот в том самом пространстве, в котором у нас производятся сны. Поэтому и мечты тоже производятся в этом пространстве, где нет ни прошлого, ни будущего. Ну, вот такое условное настоящее, да, вечно растянутое. Алексей, на ваш взгляд, зачем мечты человеку? Я бы перенемножко, ну, по поводу того, что они, с их помощью можно какой-то смысл придать, до чего-то тянуться, то есть превратить их в такой, ну, поставить на службу себе, да. Я бы еще вот к чему, вот что добавил. Я бы добавил сам механизм мечтания, сам процесс мечтания. Если мы говорим о том, что это сон наяву, то иногда это очень полезная вещь. Например, в профессии психолога или психотерапевта сон наяву очень активно используется. Как пациентам или клиентам, который пришел, ну, если специалист его об этом попросил, погрезить наяву, да. Ну, например, как это может звучать? О чем специалист просит клиента, пациента? Говорите обо всем, что приходит вам в голову. Какие ассоциации у вас вызывает то, о чем вы сейчас рассказали или то, что вы услышали. И вообще, я могу сказать, что иногда такое предложение наталкивается на достаточно выраженную тревогу. То есть, наверное, мечтать то ли нужно учиться, то ли нужно вспомнить себя ребенком, потому что дети мечтают, а взрослые, ну, очень прагматичны, да. И как будто стараются не брать в своей голове с разных полок вещи, которые не сопоставимы. Что я имею в виду? Вот эти ассоциации, вот это мечтание наяву, оно характеризуется тем, что если человек послушает себя со стороны, он может сказать, что это бред. Ну, вот такое есть расхожее, бытовое слово, не клиническое, да. То есть, человек оценивает свою речевую продукцию и старается, чтобы она была максимально прагматична. А мечтание это все… Логически связано, да. Да, а мечтание это все… Здесь могут появиться динозавры, люди из прошлого, какие-то странные вещи, цвета, звуки, и все это как-то воедино. В общем, если говорить о профессии, далеко не уходить, то, ну, задача специалиста и человека, который к нему пришел иногда, вот из этого материала, как говорят специалисты, добыть то, что беспокоит человека. Вы вытянули очень серьезный листочек, да, человек, ну, как я слышу, там, про саморазвитие, да, про личностный какой-то рост мечты. Я тоже хочу сделать свой ход и посмотреть, о чем же мечтает другой человек. Мечтаю не расставаться со своими близкими. Может быть, вы как-то прокомментируете? Ну, я так предполагаю, что здесь и про любовь, возможно, близкие люди любят, окружают, свои заботы, и вот это ощущение близости, не хочется расставаться с ним. Возможно, за этой мечтой стоит страх потери и предположение, что насколько мне будет тяжело расстаться со своими близкими, ну, в силу разных причин. Да, здесь не очень понятно, про каких близких, про какой возраст, друзья ли это, родственники, дети, родители. Вот интересно, что вы сейчас стали говорить, у меня мои фантазии, мои мечтания, да, или сны наяву, или есть еще вот такое словечко ревери, ну, оно сейчас потихоньку входит в обиход, они оказались схожими с вашими. Я подумал, что если человек мечтает о том, чтобы сохранить все в том виде, в котором оно существует, то ему уже очень больно и тревожно. И вы об этом тоже сказали. Удивительная вещь. Здесь же есть еще на этом листке ответ на второй вопрос, который мы задали нашим телезрителям и участникам нашего опроса. Напомню, второй вопрос был, когда вредно мечтать. Вредно мечтать о том, чтобы не расставаться со своими родными и близкими. То есть человек и мечтает, и одновременно же называет это вредным такими мечтаниями. Вредно мечтать, чтобы не расставаться? Да, вредно мечтать о том, чтобы не расставаться со своими родными и близкими. Ну, вот, да, два вопроса об одном и том же, наверное, да, человек. Мы сейчас за него додумываем, дофантазируем. Додумываем, дофантазируем, а может быть и нет смысла в этом. Мы обращаемся вновь к нашим телезрителям, присоединяйтесь к разговору. Телефон в студии 202-11-22, у нас прямой эфир. Расскажите, о чем вы мечтаете и как вы считаете, вредно ли мечтать? Да, может быть, есть какой-то ваш пример о том, что ваши мечты привели вас или обернулись чем-то вредным. Мне кажется, у нас определенная даже такая поляризация, может быть, произошла. Даже с того момента, когда я узнал, вот, или вот озвучилась тема, была озвучена тема передачи, вредно или не вредно. То есть у меня сначала было такое некоторое замешательство, как эта штука может быть вредной, да? То есть вот какие можно помыслить вещи. Ну, то есть мечтать вполне, мне кажется, так, свойственно человеку, как это может быть вредным. Но оказывается, что, может быть, часть людей считает, что вот эта такая штука вредная. У вас какой там второй ответ на второй вопрос? Вредно мечтать, когда ты мечтаешь чужие мечты и не слушаешь свои искренние желания. Вот, интересная тоже мысль. Я вот думаю, что это очень хорошая тема, как сейчас говорят, очень хорошая идея, да, которая связана с тем, чтобы находить свои какие-то мечты, потому что… Как распознать чужие мечты, я мечтаю, или свои собственные? Ой, ну это, мне кажется, очень большой вопрос. По-разному это решается. Иногда достигаешь, и оказывается, что тебе… Вот у Гришковца, помните, есть интересная история, где он рассказывает про Монну Лизу. Ну, я сейчас немножко переверну, да, все мечтают, наверное, увидеть Монну Лизу. Ну, господи, это же выдающееся произведение искусства. Все, я, конечно, вместе с ним. Приезжаю, смотрю, и зачем мне эта Монна Лиза? Зачем я сюда стремился, в этот Лувр, да, в Париж, если я ничего не путаю? Вот. Оказалось, что… Или там все… Ну, это про какое-то хотение, про какое-то желание, да. Не зря здесь возникает слово желание, желание, хотение, мечтание. Вот это каким-то образом связано, да. Хотеть чьи-то чужие мечты. Вот. Наверное, есть какие-то вещи, события, мысли, которые… В реализации которых человек обнаруживает, что это, ну, его как-то греет, вдохновляет, делает его жизнь осмысленной, наполненной, да. Ну, наверное, тогда это его какие-то мечтания. Но при этом же есть люди, которые всю жизнь практически проводят в мечтах. Они фантазируют о несметных богатствах, об особняках, о яхтах. Но при этом, по сути, ничего не делают для достижения своей мечты или для достижения своей цели. Когда я думал о таком примере, я вспомнил вот этот замечательный фильм с Вицыным, да, «Женитьба Бальзаминова», если я, опять же, не ошибаюсь, да, про человека, который мечтает все время, как мне нравится иногда на современном языке выражаться, замутить с какой-то дамой. Барышней. Барышней. Вот. Делает он или не делает? Не знаю, тут так интересно. Иногда человеку кажется, что он ничего не делал, и это пришло к нему. Иногда кажется, что он сделал все. И такие люди... Я тоже иногда их вижу в кабинете. Это люди, которые мечтают жениться или выйти замуж. Это люди, которые мечтают родить детей. Это люди, которые мечтают, чтобы их дети, у которых, ну, например, какие-то нарушения в развитии, да, чтобы они, ну, компенсировались, да, стали... Алексей, но это мечты или цели все-таки? Да. Да вот мы говорим о том, что мечты и цели трудно разделимы. Наверное, я бы все-таки это назвал мечтами, потому что люди об этом грезят. Люди представляют это в своем воображении, визуализируют, как сейчас, ну, вот тоже говорят, да. То есть вот это вот дрим, вот это вот мигать. Это же что-то, связанное со зрением, да. То есть это указывает, в общем, на то, что процесс происходит где-то вот в визуальном таком пространстве, да. Он визуализируется. И по этому поводу много всего, да, визуализируйте свою мечту и так далее. Но это отдельная такая, не будем туда уходить. Но при этом же есть такая проблема, когда люди достигают своих целей, да, или получают осуществление своей мечты, но они почему-то не могут радоваться. Да, это тоже отдельная история. Что мешает? Ну, много всяких вещей. Сейчас тоже, наверное, не буду углубляться. Но как примеры мешает болезнь. Какая? Ну, назовем ее старым словом невроз. Внутри вот такой болезни, опять же, есть примеры, когда человек мечтает о чем-то. Опять же, да, наладить отношения с кем-то. Мужчина с женщиной или женщина с мужчиной. Окей, случилось. Потом мы анализируем эту ситуацию. Оказалось, что когда объект желаний был недостижим, это заполняло все пространство. Когда это стало реализованным, оказалось, что это никуда не годится, нужно что-то другое. Ну, и дальше целая серия, целая история попыток добиться другого объекта, да. Возможно, когда, ну, так к себе присоединю, чтобы понятнее было, когда я, возможно, мечтала об отношениях с кем-то, я и себя представляла в идеальном образе. У меня была иллюзия о самой себе, когда происходит столкновение с реальным, с другим человеком. Происходит столкновение с собой реальным. И я там, может быть, не всегда такая белая, пушистая, сговорчивая, уживчивая с другими людьми или с мужчиной. Такое же тоже может быть, что почувствовать радость мешает утрата собственных иллюзий. Вы сейчас об одной интересной, на одну интересную мысль натолкнули, но я ее уже встречаю, сейчас я произнесу. Мне кажется, что есть определенная связь между тем, счастлив человек и мечтает ли он. Есть, кажется, связь между тем, что чем человек более счастлив, тем меньше он мечтает. Он больше в настоящем моменте? Ну, об этом можно по-разному сказать. Его устраивает то, что есть, и он живет тем, что есть, и не стремится никуда в другое место. Его устраивает текущее, ему не нужно другого. При этом, наверное, он, мы сейчас какой-то опять собирательный образ, понимает, что есть какие-то и плюсы, и минусы. Вот, но такая зависимость есть. Я не хочу сказать, что это прямое указание, но это забавная, мне кажется, штука, о которой можно подумать. В каком смысле подумать? Может быть, даже в том смысле, что если я обнаруживаю себя мечтающим, ну, о чем-то. Может быть, подумать о том, что что-то сделало или что-то произошло, происходит сейчас в моей жизни, что делает меня несчастным. Да, или менее счастливым, и мне хочется закинуть куда-то туда свои удочки умственные, да, притянуть это в свою собственную жизнь и так далее. Вот, но при этом, если возвращаться, огромное количество вещей, связанных с мечтами, с реализованными, люди мечтали попасть в космос, и они попали. Люди мечтали справиться с какими-то болезнями неизлечимыми, да, и эти болезни отступили. Кто-то мечтает поступить. Стив Джобс мечтал о сенсорном экране, чтобы можно было управлять пальцем. Спасибо ему за это. Ну, вот, да. Может быть, мы еще по листочкам... Да, я предлагаю вам вытянуть листочек. Пока вы это делаете, расскажу, что когда я готовилась и читала с женские журналы, я прочитала о проведенном исследовании, где людей с помощью приложения в телефоне просили в течение дня указывать, о чем они думают или о чем они мечтают. Это выяснилось, что 90% времени люди на рабочем месте проводят в мечтах. И это отвлекает от рабочего процесса. То есть мечтать вредно, потому что когда мы мечтаем, у нас задействовано правое полушарие, а все-таки для работы, для обработки информации в большинстве профессий нужно левое полушарие. Это как раз в качестве аргумента о вреде мечтаний было непродуктивно. Лен, я, наверное, так откликнусь. В данном случае не мечтать вредно. В данном случае вредно работать на работе, которая не нравится. А это как раз к вашему размышлению о том, что если бы человек был счастлив, он бы был погружен в работу целиком и полностью. Недавно, опять же, где-то из общего пространства, общей сетевого, всплыла какая-то книжка, я не добрался до нее. Но исследование о том, что какое огромное количество людей, ну там за 50 и за 70 процентов, ну просто вовлечены в тот труд, в ту работу, которая им не нравится, окончание, которое они ждут. В течение дня, в течение рабочей недели, в течение рабочего года, когда же отпуск, да, когда же пятница, когда же, там, сколько, 7-8 часов. Но если я в такой ситуации, то что мне еще делать, как не мечтать о том, что я придет вечер субботы, и я займусь чем-то, конец рабочей недели, да, я займусь чем-то, что меня радует, да, проведу время с семьей, пойду в гараж, поеду на рыбу, ну и так далее, я не буду перечислять, да, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь мечты скорее помогают людям, ну здесь же двоякая ситуация, но они помогают людям на этом рабочем месте, которое может быть до тошнотиков уже, которое уже обрыдло, помогают, ну хоть как-то оставаться человеком и возвращаться домой человеком, да, мечтающим. Я мечтал, там, об ужине, да. Кстати, есть одно же из упражнений, когда вот сейчас очень популярные курсы по конфликтологии или по бесконфликтному общению, особенно среди профессий, где человек-человек, где приходится сотрудникам сталкиваться с агрессивными посетителями, с клиентами, с заявителями. И один из способов преодолеть агрессивность другого человека, не включаться в эту агрессию, а представить, что эта ситуация, она лишь кусочек вот моего рабочего времени, а вечером меня ждет встреча с близкими, там, не знаю, шоппинг какой-то. Это и про то, что как раз фантазии могут нам помочь иногда на рабочем месте. Ну, мне кажется, что это сомнительная помощь, то есть можно, конечно, всю или большую часть жизни провести на каторге, мечтая, как придет, например, пенсионный возраст и наконец-то от этой работы можно будет отдохнуть. Мне кажется, что человека где-то там внутри ждет разочарование по поводу того, что вот эти годы, ушедшие на работу, нелюбимые, это не обязательно может быть работа, это может быть семья, в которой тяжело, да, и в которой человек мечтает, как бы все изменилось, чтобы рядом был другой партнер, чтобы были другие дети, чтобы были, ну, более послушные, например, да, или чтобы были другие родители. Или они уже наконец-то выросли бы и уехали куда-нибудь. Да, выросли, уехали, наконец оставили нас. Или наоборот, не вырастали, Лен, да, то есть вот чтобы они были маленькие, такие замечательные, послушные, чтобы как-то, как-то вот с ними так хорошо, потому что когда они вырастают, они начинают грубить, хамить, закрывать дверь на щеколду. Ну, вот, вообще я чувствую наш с вами разговор, мне нравится, он очень хорошо оттеняет вот эти два мира, может быть, да, у нас есть целый мир, куда можно соскользнуть, куда можно сбежать, вот этот мир мечтаний. Вот, и тогда, может быть, вопрос не о том, вредно это или полезно, а вопрос, как человек пользуется этим миром, это то же самое, мне кажется, как про интернет и про телевидение, да. Вопрос не о том, вредный интернет или там телевидение или полезно, вопрос, как ты пользуешься мечтаниями. Ну, на мой взгляд, выскажу свое мнение, мне кажется, в этом хорошо бы взращивать в себе какую-то гибкость, то есть когда необходимо действовать, мечты не годятся, ну и без мечтаний нельзя в нашей жизни, потому что они помогают иногда действительно настроение улучшить и унять собственную тревогу. Предлагаю Блиц, вы сейчас читаете, я следующий листок беру и... Мечтаю о прекрасной России будущего, свободе выбора, чтобы умных, мудрых и целеустремленных людей было больше, мечтаю о своем масштабируемом бизнесе. И вторая часть, вот как раз о том, всегда вредно мечтать, ибо это остается лишь мечтой, надо ставить цели и их достигать. Мечта, путешествие без ограничений, найти любимое дело. Когда мечтать вредно? Никогда. Мои мечты, чтобы родные всегда были здоровыми, финансовое благополучие. Мечтать вредно никогда, то есть никогда не вредно, наверное, мечтать надо всегда. Мечтаю получить в подарок бриллиантовое колье. Мечтать никогда не вредно. У нас побеждает мечтать никогда не вредно. Под занавес нашей программы мы получаем ответ. Ну, может быть, я последний, да. Чтобы лето не кончалось, это, мне кажется, из песни. Бесконечное развитие, спокойствие, дом. Это про мечты. Мечтать не вредно и никогда не поздно. Стоит ли практиковать мечтания? Тем людям, вот вы говорили, кому-то сложно мечтать, да. Кто-то, возможно, внутренний запрет какой-то на мечты чувствует, если его родители, воспитывая, больше подводили ребенка к прагматизму, к постановке целей. Говорили ему, если ты себе поставил цель, подумай, что ты сделаешь в следующие 72 часа для достижения своей цели. Практика мечтаний. Ну, по поводу того, чтобы прикасаться к продукции мечтания других людей, для меня вся литература сегодня, вот, по крайней мере, видится под этим углом, да. То, что написано, то, что сочинено в музыке, то, что изображено на картинах, да. Это какие-то грезы. Это что-то, чего, в общем, нету. Но одновременно оно есть, и сила этой реальности не менее сильна, чем столы, деревья, камни, да, и дороги. То есть, одна из практик – это приобщиться к культуре, к культурному наследию. Да, и мне кажется, ну, мне это нравится. Игра в свободные ассоциации, игра в соединение несоединимого, она очень помогает вот этому аппарату мечтаний, вот этим фантазиям, дремом наяву. Угу. Позволяете разгуляться своим фантазиям? Ну, наверное, да. И я радуюсь, когда я в городе вижу реализованные чьи-то фантазии, не только прагматичные вещи, которые, безусловно, нужны, да, какие-то переходы и так далее, но когда в городе, в публичном пространстве появляются картины. Получается, да, кому-то реализовать. Время наше истекло. Спасибо большое, Алексей, за эту беседу. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, смотрите нас в следующий вторник, 18.15. И в наших социальных сетях оставляйте свои вопросы и предлагайте темы для наших программ. Субтитры подогнал «Симон»!